Продукты в Челябинской области могут подешеветь на треть, правда только те, что производятся в нашем регионе. Произойдет это в рамках акции «Южноуральский продукт». Ее объявил губернатор Алексей Текслер после того, как тщательно проработал идею совместно с крупными агрохолдингами области и торговыми сетями. Все подробности в репортаже Егор Хвисюка. Наша совместная инициатива могла бы решить несколько задач. Первая задача – это помочь людям с невысокими доходами. Вторая – сделать более эффективным продвижение продукции региональных производителей. Третья – активизировать внутренний региональный спрос на продукты питания. Антикризисную меру Алексея Текслера уже поддержали крупные агрохолдинги Южного Урала – МАКФАСИД на Союзпищепромресурс. Предприниматели готовы сделать существенную скидку на свои товары от 10 до 30% и выше и компенсировать увеличенным спросом на продукцию в крупных торговых сетях. На предложение уже откликнулись «Пятерочка», «Лента», «Ашан», «Метро» и «Монетка». Новые виды продуктов могут появиться на полках и других магазинов. Если инициативу главы региона поддержат не только производители, но и торговые сети. Их в Челябинской области 18. Вот эта инициатива, которая сейчас прозвучала на этой встрече, именно выделить продукты южноуральского производителя для нас крайне важна, потому что наш холдинг производит продукцию не только стандартную для боклейной полки и других полок, но кроме этого мы производим продукты какие-то, с которыми незнакомы не то что за пределами Челябинской области, но, к сожалению, в Челябинской области. Это позволит не только представить данную, но и нам гарантировать стабильный, ритмичный сбыт и объемы, на которые мы готовы сегодня увеличивать. Мы идею данную поддерживаем, получая взамен объемы. Я думаю, что о больших убытках речи не идет. Алексей Текслер уверен, что в сетевых магазинах нужно продвигать и продукцию малого и среднего бизнеса. Не случайно на встречу была приглашена предприниматель Галина Кириллова из Кизильского района. У нее завод по производству питьевой воды. Во время рабочего визита губернатора в район женщина пожаловалась на сложности продвинуть свою продукцию в торговые сети. Алексей Текслер специально пригласил бизнес-вумен в Челябинск, чтобы она могла напрямую поговорить с ритейлерами. Мы готовы к сотрудничеству с торговыми сетями, хотя, конечно, это желание возникло еще и в 2017 году. Но все наши попытки в 2018 году, 2019 году не привели к сотрудничеству. Вариант продвижения продукции малых предприятий предложил Алексей Текслер. Например, организовать в торговых сетях отдельные места для фермеров. Мне импонирует тема организации фермерских уголков в магазинах крупных сетевых операторов. Пока это воспринимается как экзотика, но на самом деле имеет хорошую перспективу. Полки с натуральной качественной продукцией, новые ценники на нее долго ждать не придется. В Министерстве сельского хозяйства заявили, что первые продукты с региональной скидкой появятся в торговых сетях уже в начале февраля. Акция будет всесезонной и бессрочной.